Ладно, приветствую, друзья. Это наш знаменитый Александр Полилов, профессор. Много лет занимается работой своей, ответственнейшей в Институте машиноведения, Академии наук. Это большая академия. Ну, Институт машиноведения, вы можете себе представить, что это такое. Всё, что связано с движением, там что-то, с самолётом или ещё что-то. Луноходы. Да, луноходы там, что там проходит, моделирование, испытания там и всё прочее. Мы с Сашей дружим много лет, и вы знаете, мы несколько раз встречались с вами, друзья. Я тоже там работал, благодаря моим друзьям, которые там работали. Я работал в лаборатории биомеханики Института машиноведения, Академии наук, ведущим научным сотрудником. Я хочу сказать о том, что Саша не просто технический профессор, если можно так выразиться. Саша поэт, как и мы все нормальные люди, должны иметь разные направления творчества для души, чтобы человек мог быть человеком, а он человек, потому он как творец. Он творец, и поэтому Саша не может не писать стихов. Мне интересно спросить, Саша, ты их пишешь, когда тебе на душе легко или тяжело? Ну, я совершенно осознанно говорю, что я их не пишу. Я иногда записываю то, что вдруг приходит, так сказать, в голову каким-то ритмом. И это полностью отвечает твоих теориях, что человек как бы, вот когда ему не по себе или что-то, его волнует, ему хочется делать какие-то ритмические движения. Кому-то танцевать, кому-то дрова рубить. Помнишь, мы обсуждали? Да, да, да. Кому-то вот хочется... То есть, имеешь в виду вот этот ритм, который... Ритм, ритм, да, вот как я писал. Решил прекратить, записывать рифмы, пришедшие с неба, но вещи стучат, что-то ко мне поутру, с надоевшей ритмом, ладонью в стекло, головой обкосяк. То есть, это на самом деле нездоровое проявление. Я даже писал в одном своем сборнике, это материал для психиатра скорее. Я не рассматриваю это как стихи. Ну, не очень здорового состояния души, оно вырывает вот такие вот вещи. Ну, это есть как раз-таки попытка нашего мозга соорганизовать. И вот именно в этом ритмическом плане. Маяковский так говорил, я где-то читал, что во мне сначала рождается гул. И вот этот ритм, и на него он нанизывает слова, да. Ну, я вот тут как раз сегодня вспомнил, когда ты мне сказал по поводу стихотворения, вот оно само-то не возникает. Вот сочини ее. У того же Маяковского было написано. Значит, вы знаете, прежде чем начнет петься, долго ходишь, разомлев отображение, и глупо ворочается в тени сердца какая-то грязная в облах воображения. То есть ты не можешь это из себя выдавить. Что-то вот этот профессиональный поэт, он говорит, я должен написать стихотворение, а оно не получается. А я, поскольку никакого отношения к этой профессии не имею, но иногда вот что-то вот ночью проснешься и думаешь, господи, бутылку поскажет, бумага научит. Как в рифу сложить, что-то догна смучит, рука наберет, телефон просигналит, а горло глотнет, стакан уже налит. Но вот из той же области, что это нездоровое проявление, что-то вот стучит в тебе, так сказать, бум-бум-бум-бум-бум, ты как-то хочешь это выяснить. Сам процесс-то здоровый, то есть это процесс самоорганизации, которая возбуждается именно тогда, когда напряжение очень высокое, и пытается каким-то образом выразиться, и происходит через вот это вот гармония. Вот, кстати, вчера показывали этот великий фильм «Зеркало» Тарковского, который действительно понять невозможно. И вот там моя супруга смотрела, я говорю, ну мы пытаемся его смотреть, как развитие сюжета. Там майор поймал преступника, этого нет вообще. А что это такое? Это такой, почему-то это сон человек. Вот он вспоминает, что с ним было в детстве, что с ним было тогда. То есть кино – это не отражение. Это же Тарковского «Зеркало» имеешь. Вот вчера был, показывал по телевизору, в очередной обучающий раз. Я знаю, что оператор Рерберг, который снимал этот фильм, был моим товарищем. И когда у меня книжка «Защита от СССР» в 96-м году должна была выйти, у меня еще рукопись была. Я ему подарил эту рукопись посмотреть. И он жене Валит Титовой, которая играла в фильме «Метель». Потом мне говорила, что это он мне показывает в твоей рукописи одну строчку. Я говорю, какую? А там написано было у меня. Только мастер поймет мастера. Я говорю, наверное, он считает, что ты его недостаточно ценишь. Рерберг, да, извиняюсь, перебью, да. Ну вот это вот как раз чем-то напоминает стихотворение. Мне просто пришло на память. Так оно было написано, записано мной было. Ну не знаю, мне было 25 или 30 лет. А уже оно, грубо говоря, о смерти. То есть какое-то бывает состояние, когда вот видно, ну там сразу, видно, рана есть в душе, коль вечно капает, за строкой строка, за слогом слог, вырастает медленно из панциря и забиты слез седой росток. Ну и так далее. Ну грустно же, не весело. Поэтому я читаю это с юмором. Такое было состояние. Молодость. 25 лет. У меня тоже было такое чувство сперзопречания. Ну вот что такое ощущение. Вокруг такая красота, внутри такая пустота. И я не тот, и ты не та. И жизнь как рюмка до пята. Молодец. Хотелось жить прожить не так, но чувствую уже устал. Вот наш Александр Полилов. И борозы, и урта, и в голове с судьбы металл. Передо мной лежит черта, я у разбитого моста. За ним осталась красота, моя угасшая мечта. Так это написано в 25 лет. Когда человек казалось бы, живи и радуйся. То есть это вот такое состояние. Ну поэты они грустные бывают. Ну про это и речь. Так вот, настоящий поэт. Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. Он в 14 лет уже пасовой пытается покончить. Это же всё. Поэтому это и большой профессор. За это надо платить за всё. Да. Своим здоровьем. Ну поэтому наш Александр Полилов большой специалист по этим самым, как они называются, твоей монографии у меня. Ну композиты, новые материалы сложные. Научи нас понимать. Композит это что такое? Композит это как паразит. Нет, ну композит это не композитор. Ну что такое композитор? Композит это сочинённый материал. Слово композиция в английском языке композит, да. Но кирпич это не композит. Так. Вот если вы создаёте материал как древесина, который сложен структурами, эти структуры подстраиваются под конструкцию. Вот это фактически нужно стремиться к этому. Чтобы как природный материал, кость бесконечно сложная. Как он говорит о своей науке, как стихами, да. Вот так, друзья. Пишите нам комменты, вопросы. Мы ещё потом пригласим нашего Александра Полилова. Ещё стихи попробуем попросить, чтобы почитал. Открывайте в себе творческие качества. Весёлые стихи надо писать. Вот я тебе про композит последний зачитаю. Васька в дом таскает гадость. Говорит, что композит. Ну а мне-то что за радость? Вся в заносах паразит. Понимаешь? Вот это вот. Слушай, я что хочу сказать. Творчество, творчество. В каждом есть. Людей, которые не творят, не существует. Просто жалко, что нам иногда говорили. Кому это нужно? Зачем ты этим занимаешься? Ты лучше займись этим. Ума набери. Зачем ты там вот это делаешь? А мальчик, например, любит лобзиком работать. Или паяльником. Или там уже создаёт машинки какие-то. Или рисует. А ему мать говорит. Или тётя. Ты вот другим занимайся. Вот этой ерундой не занимайся. Вот это неправильно. Надо быть бережнее. К тому, что люди с детства любят делать. Потому что, когда он становится взрослым, даже память о том, что ты любил делать в детстве, даже если ты не только вспоминаешь, а просто повторишь руками, без паяльника, без карандаша, просто будешь моделировать эту деятельность, которая в детстве у тебя была любимой, ты уже начинаешь выздоравливать. Это точно совершено. Пробуйте. Пишите вопросы. До встречи.